Всем привет, друзья! Меня зовут Максим и с вами снова канал ProDelo. Напоминаю вам, что в группе ВКонтакте стартовала вторая часть новогоднего розыгрыша, в котором вы можете выиграть один из десяти призов. Подробности и условия читайте по ссылке в описании. А сегодня у нас будет обзор модуля, который называется «Менеджер изображений», за который вы проголосовали в группе ВКонтакте. Данный менеджер совместим только с версией 2.3 оригинального OpenCard и его сборок «Окстор» и «Опенкарт ПРО». Основные возможности менеджера вы можете прочитать в описании модуля. Также мы с вами посмотрим их в демо-магазине. Также в описании вы найдете инструкцию по установке модуля. Модуль устанавливается очень просто через стандартный установщик дополнений в админке. Ну, а мы сразу переместимся с вами в демо-магазин модуля и посмотрим на его внешний вид, настройки и возможности. Давайте я вам для начала покажу стандартный менеджер изображений, который у нас идет в OpenCard, да, в сборке «Окстор» 23023, я буду вам показывать. Но они, собственно, везде одинаковые. Перешел просто в товар, да, вкладка «Изображения». И давайте попробуем изменить любое дополнительное изображение. Вот нажимаем кнопку «Редактировать» и сразу у нас открывается менеджер изображений. Ну, кто уже успел поработать с данным менеджером, знает, что он очень неудобный. То есть он занимает очень много места, да, если у вас тут будет очень много папок, то искать, перемещаться, да, между ними неудобно. Плюс у него нету, ну, никаких возможностей там по изменению фотографии, там по повороту или редактированию. В нашем новом менеджере изображения я вам сейчас всего продемонстрирую. Очень много возможностей. Ну, вот так же я перешел в товары изображения и нажимаю кнопку «Редактировать». Здесь вы не пугаетесь то, что демо-магазин на версии 3.0.2.0, то есть данный менеджер изображений будет работать с версией 2.3. Ну, вот таким вот образом выглядит менеджер изображений. Во-первых, я считаю большой плюс то, что здесь можно сразу развернуть его на полный экран. Менеджер, кстати говоря, поддерживает русский язык. Для того, чтобы его включить, вот нужно нажать шестеренку, да, зайти в настройки. И вот здесь вот на вкладке «Язык» выбрать русский. По умолчанию он тут стоял английский. Ну, скорее всего, после установки также будет стоять английский язык. Ну, во-первых, здесь очень удобно отображается в левой части каталог. То есть у нас все раскидано по дереву папок. То есть очень удобно и очень просто можно найти нужные нам фотографии. То есть данные папки у нас загружены в директорию на FTP image-каталог. И вот здесь вот отображаются как раз все под папки главной директории, да, вот это вот наш каталог. Значит, давайте рассмотрим, какие основные возможности есть у данного менеджера изображения. Я вам сначала их прочитаю, да, а потом мы их посмотрим. Значит, во-первых, есть возможность загрузки одного или нескольких файлов на сервер, да. То есть мы можем сразу с вами загружать сюда несколько фотографий. То есть для этого вот нажимаем на значок «Загрузить файлы». И, во-первых, мы сюда можем просто перетащить файлы, чтобы загрузить, да, изображение, так называемый drag-and-drop. Или можем выбрать папку или файлы для загрузки. Ну, например, выбираем файлы для загрузки, да, выбираем несколько файлов и загружаем их. То есть сразу у нас подгружаются несколько изображений. Это очень удобно. Загрузка файлов путем перетаскивания drag-and-drop, да, есть тоже. Ну, я вам ее не буду показывать. Я думаю, понятно, что это имеется в виду. Далее есть возможность настройки установки разрешенных типов файлов для загрузки. Это у нас делается в настройках самого модуля менеджера изображений. Они у нас находятся в разделе расширений. Так, ну, я вам сейчас, к сожалению, не покажу. Да, у меня там просто прав не хватает. Давайте я вернусь в стандартные настройки. Значит, есть вот в основных настройках модуля так называемые разрешенные MIME типы. Здесь у нас по умолчанию стоит имидж, то есть только изображения могут загружаться с помощью данного менеджера по умолчанию. Но вы также можете сюда прописать какие-то дополнительные MIME типы. Вот в подсказке у нас указано, да, например, текст слэш play на application.pdf. Я вам оставлю в описании к данному видеоуроку ссылочку на все существующие MIME типы, да, как они называются. И, ну, чтобы вы знали, да, что сюда можно добавить, какие файлы прописать, если они вам нужны. Вы сами там уже, я думаю, разберетесь, там ничего сложного нет. Значит, далее, какие у нас возможности есть. Данный менеджер запоминает последнюю директорию, да, в которую мы заходили. Ну, вот, например, давайте попробуем проверить. То есть мы заходили с вами в товары, последняя директория, закроем его. Ну, вот если мы с вами зайдем, например, повторно, вот в этой картинке в менеджере изображений, у нас, собственно, открывается та же самая директория товара, да, то есть она у нас запоминает, где мы были последний раз. Это тоже очень удобно. Далее у нас есть возможность группового добавления файлов в карточке товара. То есть, как я понимаю, мы с вами можем сразу добавить несколько фотографий для нашей карточки товара. Давайте попробуем это сделать. Если вы хотите загрузить сразу несколько изображений в товар, делается это следующим образом. Справа внизу нажимаем на синюю кнопочку «Добавить» с плюсиком. После этого у нас открывается менеджер изображений. С помощью кнопок «Контрол» или «Шифт» на клавиатуре мы, соответственно, можем выбрать с вами сразу несколько фотографий. Ну, давайте, например, три выберем. И после этого нажимаем либо «Энтер», либо через контекстное меню «Выбрать файлы». И у нас сразу подгружаются все три выбранные нами фотографиями. Ну, или больше фотографий, в зависимости от того, сколько вы их выберете. Давайте с вами теперь пройдемся по панели инструментов и посмотрим, что этот менеджер изображений у нас еще умеет. Значит, ну, давайте какую-нибудь фотографию просто выберем, чтобы у нас все были активные иконки панели инструментов. Значит, первое, что у нас тут есть, можем с вами подключить сетевой раздел. То есть мы с вами можем подключить напрямую какой-то еще дополнительно наш сетевой диск. Для этого нужно указать будет здесь хост, да, то есть адрес FTP сервера. Порт, соответственно, путь, пользователь, пароль, кодировку там и так далее, да. То есть, ну, может быть, кому-то это потребуется. Функция. Значит, далее у нас есть возможность создавать новые папки в нашем менеджере изображений. Также у нас есть возможность создавать новые текстовые файлы. Значит, далее какие есть инструменты. Есть возможность у нас открыть фотографию, да, то есть это просмотр фотографии в более крупном окне. Далее мы можем с вами скачать фотографию на компьютер. То есть, чтобы не подключаться через FTP сервер, да, там вдруг нам понадобилась фотография, нужно ее закачать. Просто можем ее прямо отсюда через менеджер скачать. С помощью вот этой кнопочки курсора мы с вами выбираем файлы. То есть, они у нас добавляются в товары. Выбираем фотографию, нажимаем тут кнопочку, да, и она сюда, соответственно, загружается в товар. Далее, что у нас тут есть. Можем с вами копировать, вырезать, удалять наши файлы, да, естественно. Также вот можем мы производить некоторые действия с нашими папками, да, например, очищать папку целиком. Вырезать можем также папку. Ну, я думаю, это все понятно. Можем с вами изменить размер или повернуть нашу фотографию. Ну, тут есть еще возможность переименовать фотографию, да, это, в принципе, можно сделать и через контекстное меню. Вот, здесь есть еще возможность изменить и повернуть, размер и повернуть фотографию. Вот это вот, пожалуй, функция очень многим будет полезна. То есть, здесь мы с вами можем изменить размер фотографии, задать ширину, высоту. Также мы можем указать качество фотографии, что тоже очень здорово. И есть у нас тут также, ну, какие-то пресеты. Также мы можем с вами здесь заблокировать соотношение сторон при изменении, да, ширины и высоты, чтобы у нас не менялись, например, пропорции. Ну, и можем сбросить все настройки. На вкладке обрезать мы, соответственно, можем с вами обрезать нашу фотографию, да, как нам будет нужно. И во вкладке повернуть можем поворачивать на нужное количество градусов, там, например, на 90, ну, или на любое другое. Также есть у нас кнопки для поворотов, и здесь у нас есть такой вот ползунок, да, чтобы можно было быстро и удобно повернуть. Также можем качество задать, и можно даже тут еще фоновый цвет задать. То есть, такой у нас мини-получается редактор изображений целый в данном менеджере присутствует, это очень здорово. Какие у нас дальше есть возможности? Можем с вами выбрать все файлы, да, в нашей директории. Можем, соответственно, отменить выбор. Есть у нас еще возможность инвертировать выбор, то есть, например, выбрали одну фотографию, нужно нам выбрать все, кроме нее, да, то есть он у нас, соответственно, инвертирует наш выбор. Быстрый просмотр. Это у нас вот таким вот образом подгружается небольшое окошко с слайдером, где мы можем наши фотографии также просмотреть. Можно это окошко растянуть, увеличить. Значит, что у нас тут еще есть? Свойства можем посмотреть нашего изображения, то есть указывается полностью размер, путь к изображению, указана прямая ссылка на него, дата последнего изменения, доступы, да, которые у нас стоят, чтение, запись, защита, если у нас есть. Ну и здесь уже данные о кодировке. Потом, какие у нас тут еще есть возможности есть? Есть возможность у нас создать архив, то есть можно выбирать разные здесь типы архивов, то есть мы с вами можем здесь выбрать любую папку, да, и ее заархивировать. Также у нас здесь присутствует поиск по фотографиям, то есть можем здесь указать имя какого-то файла, да, и искать либо в конкретной директории, либо в определенном разделе, да, который у нас выбран, либо везде. То есть по всему нашему каталогу. Можем искать по имени файла или можем искать по моим типу, то есть по его расширению. Значит, давайте посмотрим, какие у нас еще инструменты остались. Можем с вами в менеджере менять вид отображения, то есть в виде иконок или в виде списка у нас это дело будет. Есть у нас также возможность сортировки по имени. Сортировка есть по размеру, по типу, по дате, по разрешениям. Ну, настройки я подробно разбирать не буду, то есть здесь вы можете, как я понимаю, вывести, задать какие-то дополнительные иконки, да, например, «Домой». Вот видите, она у нас появляется, то есть здесь, если где-то галочки еще не выбраны, вы можете, собственно, включить дополнительные какие-то возможности. Но, как я вижу, здесь большинство все выбрано, да, вот кроме иконочки «Домой». А также можно здесь изменить рабочую область, то есть можно задать размер иконок. Ну, подробно, ребят, не буду здесь на них сейчас останавливаться, то есть вы уже сами посмотрите эти настройки менеджера. Я думаю, там все по-русски, разберетесь, ничего сложного нет. Значит, есть у нас также еще знак вопроса, то есть здесь у нас информация о программе. Да, написано, кто разрабатывал команду, да, этот менеджер файловый. Здесь у нас также есть горячие клавиши, которые вы можете использовать в данном менеджере. Это очень удобно и это очень сильно сэкономит вам время при работе с менеджером изображений. Советую вам их также просмотреть и наиболее часто используемые горячие клавиши, ну, запомнить или записать для того, чтобы ускорить работу еще больше. Ну, собственно, наверное, вот это все у нас получается по функционалу, да, основное менеджеру изображений. Все, что у нас здесь есть, я вам, в принципе, продемонстрировал. Давайте еще посмотрим вот в контекстном меню правой кнопки мыши, возможно, тут есть что-то у нас еще. Ну, собственно, нет. Все, все я вам показал по менеджеру изображений. Ну, осталось с вами нам еще зайти в настройки данного менеджера, да, и посмотреть, что у нас здесь есть. Ну, значит, здесь в настройках у нас есть две вкладки, да, основные и вот водяной знак, наверное, много и многих еще будет интересовать функция. Ну, разрешенные моим типом я вам уже говорил, да, что это такое. Здесь у нас, соответственно, статус включено, да, то есть модуль у нас включен и работает. И вот на вкладке «Водяной знак» мы с вами также можем на новые загружаемые в менеджер изображения накладывать сразу водяной знак. Это очень здорово и удобно. Вообще, модули водяного знака в OpenCard есть, но они довольно дорогие. А здесь с помощью менеджера мы можем с вами сразу быстро и удобно наложить водяной знак. Это очень прикольно. То есть здесь работает все очень просто. Выбираем статус включено, если вам нужен водяной знак. Загружаем само изображение водяного знака и задаем отступы, да, на изображение, то есть где у нас водяной знак должен на фото располагаться. Ну, здесь, соответственно, у нас отступы, как я понимаю, в пикселях. Правда, этого не написано, но я думаю, что в пикселях. То есть указываете отступы справа и снизу и задаете прозрачность водяного знака в процентах. То есть если вы хотите, чтобы он был не прозрачный, вы здесь пишите 0, да. Если вы хотите, чтобы он был там очень прозрачным, ну, ставите там где-то 70-80-90%. Вот, после этого сохраняете изменения и можете проверять в менеджере изображения, загружать какие-то новые фотографии. И после этого у вас на эти фотографии должен наложиться водяной знак. Если у вас какие-то будут вопросы еще по данному менеджеру изображения, пишите о них в комментариях. Ну, либо я, либо автор на них ответит. Менеджер очень удобный, очень функциональный. Я думаю, многим он понравится. Так что советую его к покупке однозначно. Надеюсь, вам это видео было полезно. Ставим лайки и подписываемся на канал, кто этого еще не сделал. С вами был Максим. Всем счастливо, всем пока. На этом все. Спасибо вам за внимание. Все ссылки из видео указаны под видео в описании. Палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите ваши комментарии и предлагайте темы для следующих видео уроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.